Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. «Когда же они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. В день Пятидесятницы три тысячи обращаются, здесь пять тысяч. Почему приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи? Вот это уточнение, и саддукеи. Дело в том, что саддукеи не верили в воскресение мертвых в принципе. То есть они считали, что если человек умирает, то он умирает. И как бы заповеди надо исполнять для того, чтобы было какое-то счастье тебе в этой земной жизни. Они не верили в ангелов, в бесов. То есть это были такие богословы-либералы, саддукеи. Но как это ни странно, почти все первосвященники того времени были саддукеи. То есть богословы-либералы, обновленцы, как бы сейчас сказали, которые ни во что не верили. А проповедь о воскресении Христа бросала вызов их вот этим запутанным вероубеждениям. Поэтому и сказано, что они досадовали на то, что они, то есть апостолы, учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Что значит «в Иисусе воскресение из мертвых»? Если Христос воскрес, то воскреснут и все остальные люди. А им эта концепция была неприятна. Итак, их подвергают аресту, наложили на них руки, отдали их под стражу до утра. Далее описывается то, как их приводят в еврейский Симметрион, Сангидрин, чтобы там их допросить. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященческого. Если по Моисееву закону положено, чтобы первосвященник до смерти совершал свое служение, а тогда человек платил римлянам и получал лицензию первосвященника на год или на два года. И получалось так, что было несколько первосвященников, но только один из них был действующий. И поставив их, то есть апостолов, посреди, спрашивали, «Какою силой или каким именем вы сделали это?» Имеется в виду воскрешение Хромова. Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, туда будет вам известно, туда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Здесь как бы они говорят, что действия Христа продолжаются, это значит, что Христос не мертв. Он, то есть Христос, есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла и нет ни в ком ином спасения. Здесь как бы он называет их зиждущими, это упрек им. Он как бы говорит, это вы должны были настаивать на том, что Иисус из Назарета Христос, вы столпы Ветхозаветной Церкви. «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла и нет ни в ком ином спасения. Далее. Ибо нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Вот здесь Петр со всей ясностью говорит о том, какой спасительной силой обладает имя Иисуса Христа Господа нашего. Здесь он не говорит, что мы спасаемся именем Егова или Адонай или как-то еще. Он указывает на Христа. «Ибо нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Поэтому практика читать Иисусову молитву это очень древняя практика, которая восходит именно к апостольским временам, когда Петр свидетельствует о силе имени Иисуса Христа. Далее. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись». А как они могли приметить, что они люди некнижные и простые? Потому что если посмотреть сохранившиеся тексты разных дискуссов, которые были в те времена, они сохранились в Мишне иудейской, там постоянно скрытые цитаты из Писания. Они так говорили. А Петр говорит очень просто. И стало очевидно, что это некнижник. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». То есть они вспомнили их, потому что они их видели. Тем более Иоанна, который был близок к дому персущенников. «Видя же исцеленного человека», этого бывшего хромого тоже сюда притащили, стоявшего с ними, ничего не могли сказать вопреки. То есть чудо — это и есть чудо. «И приказав им выйти вон из Синедриона, из Совета, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретили им, то есть апостолам, чтобы не говорили об имени всем никому из людей». То есть Синедрион — это такой полновесный орган Ветхозаветной Церкви, как у нас Побесный Собор, например. А вот решение Синедриона тоже было обязательное для исполнения, и они вынесли решение, что апостолы не имеют права говорить об имени Иисуса Христа. Но можно ли их остановить этим решением? «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». А как поведут себя апостолы? Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Ну, понятно, что говорит Петр, как старший, но он говорит от своего имени, от имени Иоанна. «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, то есть члены Синедриона, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». А зачем это уточнение? Ибо лет более сорока было тому человеку. То есть люди с детства видели его неспособным стоять на собственных ногах. И это было явное чудо. Слова Петра «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Это общий принцип. Когда светское общество начинает от нас что-то требовать, но это идет в разрез с заповедями Бога, то мы говорим, «Мы избираем точку зрения Бога, а не вашего». И в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата черным по белому записано, что Церковь оставляет за собой право не соглашаться с теми светскими законами, которые принимает светский мир, а они эти законы противоречат заповедям Бога. И прецедент создали как раз апостолы. Далее. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Здесь опять прецедент. Их вызвали к властям, они покинули это собрание властей и сразу отправились к своим и все рассказали, что было. Вот в советское время этот принцип строго соблюдался, если какого-то верующего вызывали в КГБ, куда-то еще, он приходил к своим, то есть к другим священнослужителям и рассказывал, меня вызывали там, а тебе спрашивали, а тебе спрашивали, а тебе спрашивали. То есть это было принято. И община прославляет за них Бога, возгласили к Богу словами, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетно, восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа его». Здесь цитируется второй псалом, «Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий и Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой, и ныне Господи возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». Хотя как бы весь мир восстал против Иисуса и Ирод иудейский царь и Пилат представителей вообще-то всей Римской империи и прежде всего Римского императора и язычники это распинатели Христа и народ еврейский который кричал распни распни но церковь сохраняет верность Богу всегда и во всем и церковь просит Господи возри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое то есть проповедники не должны испытывать страха тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений чудес именем святого сына твоего Иисуса то есть проповедь апостолов она еще подкреплялась и чудесами которые они творили и по молитве их то есть когда церковь молилась поколебалось место где они были собраны подобное колебание места проводит параллель с горой Синай когда Господь сошел на эту гору она тоже колебалась а здесь новый завет с Богом не тот ветхий который был заключен на Синае но он сопровождается подобными явлениями по молитве их поколебалось место где они были собраны и исполнили все духа святаго и говорили слово Божие с дерзновением вот это уточнение что исполнились духа святаго оно вызывает вопросы разве они уже не приняли дух святаго а что же тогда произошло исполнились дух святаго то есть опять исполнились дух святаго дело в том что любое действие Бога по отношению к нам оно существует неким ростом как сказано из благодати благодать из веры в веру из силы в силу у множества же у веровших было одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не называл своим это была их коммуния но все у них было общее вот общее это коммуния и никто не имел частной собственности апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа и великая благодать была на всех их кстати коммунисты и социалисты они именно из книги деяний святых апостолов берут свои тезисы о том что важно как бы отказываться от частной собственности но есть принципиальная разница между политическим коммунизмом и христианским как Владимир Сергеевич Соловьев он сказал что эта разница она принципиальна и он выразил эту мысль словами христиане для общего блага предлагают отдать свое а социалисты для этой же цели предлагают забрать чужое конечно это разница но реально было именно так не было между ними никого нуждающегося ибо все которые владели землями или домами продавая их приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов и каждому давалось в чем кто имел нужду и окончание этой главы так иосия прозванный от апостолов варнавою что значит сын утешения левит родом кипрянин у которого была своя земля продав ее принес деньги и положил к ногам апостолов почему упоминается этот человек может быть он был первый который поступил таким образом иосия во многих рукописях иосиф то есть сын утешения гебраизм способный утверждать иметь ввиду призыв увещевания утешения то есть это имя такое как бы многосложное этого человека иосиф также будет что это и лейта что уговорили с у